Дарк Сол То есть вы убиваете, когда вас призывают, да, для защиты, вы 10 раз убиваете, вы получаете свой ранг и вам дают кусок титанита. Все, давайте мы усилим оружие, осталось последний раз и все. И 380, как я обещал. Все, отлично, так, у нас есть оружие. Теперь, давайте мы немножко хвосты наши подметем, пока я не буду убирать кольцо звонарей. Я вот хотел еще в прошлом выпуске, но забыл, надо все-таки сделать. Во-первых, здесь я забыл показать одну секретку. Тед, поторопился, это где босс? Потом еще... Ну, само собой, я говорю, да, что сначала мы просто иногда пробегаем и оставляем, но потом я все равно это буду все подбирать. А некоторые локации мы сразу же полностью защищаем. Все, идем к боссику. Ах ты, скотина. Потихонечку я прокачиваю персонажа. Я совсем немножечко, где-то, по-моему, уровней, наверное, 5-6 поднял. Ну, в первую очередь, я прокачал ФЗЧ, да, чтобы теперь у меня вообще не было проблем. Видите, у меня полностью сет одет. И еще 67% для колец еще осталось вместо. Так что все нормально. Ладно, может, надо было того еще убить, но пускай. Так, давайте выпьем. Здесь я хочу все быстренько сделать и уже идти дальше. Воспользуемся косточкой возвращения. Так, идем сюда. Ой, мой косяк, мой. О, как вас много-то, а? О, стоп, стоп, стоп. Это уже... Это уже больно. Ладно, все, идем дальше. Кстати, да, блин, надо было через этот вход попробовать войти. Ну, ладно. Раз уже так сделали, так сделали, все. Этого босса мы убили и унизили. Пускай, если призовут меня, да, для помощи. Стоп, почему он меня бьет? Они должны меня бить. Угу. Вот тогда мы здесь нагибали. Делали минус 5. Я вот и забыл показать, блин, поторопился. Делали здесь лестницу. Вот. Лестница. И здесь у нас кое-что и есть. Я потом уже вспомнил об этой фигне. А, здесь еще и зомбак, точно, блин. Так, это первый хвост. Угу. Красная вода пойдет. Так, теперь делаем так. Первый хвост. Потом еще... Хвостик один. Это не то, что хвост, да, это просто продолжение. Мы же взяли ключ, и как раз нам нужно его использовать. Это, в принципе, не хвост. Но там все равно, если рядом хвост, я забыл. Там, где поднимается лифт такой, замкнутый лифт, там можно тоже плюшку поднять. Набегай, народ. На. На. Ой-ой-ой, как мне не больно. А мне не больно. А мне не больно. Кто следующий? Так, он нам не нужен. Мы взяли ключ. Когда прошли горгулию, да, именно после горгулии. Там лежал сундук с ключом. Вот он, это быстрый выход, да, и еще здесь плюшка лежит. Так, и еще кое-что есть, что я забыл. Видите, когда я делаю рендеринг, да, я часто просматриваю свои видосы. И вспоминаю, что же я все-таки забыл, пропустил. Или пробежал мимо. А сейчас сходим сюда. Вот тот самый лифт. Видите, там тоже лежат плюшки. Я не помню, что там. Но надо все равно все подобрать. Для этого нам нужно будет много-много прыгать. Кстати, обратите внимание, что именно прыжок сжать не надо. Здесь мы просто делаем разбег. Как я помню. Ага. Что? Смотрите, уголь вражды. В принципе, это очень хорошо. Наш в этой серии мы сразу пойдем тогда попробуем сходить на эту дуру. Заключенный звук называется? Забывай, ладно. Это ведьма тупая. Так что немного планы изменятся. Ну, ладно. Ах, отлично. И сюда вот. Ах, все. Обратно мы сейчас делаем так. И там еще одна плюшка. Так. Вспомнить бы как-то вот дойти. Так. Мы там сейчас уберем. Поставим в любое колесо. Например, вот это вот. Очень хорошо подобрали уголь, да. Мне не пришлось его фармить, искать. Здесь я уже был. Нам сюда не надо. Нам сейчас надо вот сюда вот. Надо нужно пониже спуститься. Так, минусанули. Угу. Вот сюда нам надо, короче. Я совсем забыл про плюшку. Помните, когда я прыгал, да? Я отвлекся. Вот так вот. А что же дальше, а? А дальше вот так вот. Старая тема. Так, ну вот мы видим, да, здесь у нас собачки. Сейчас мы находимся прямо над кузнецом. Видите, какое интересное место? Очень полезно. И та самая плюшка. Просто я когда пробегал от кузнеца, да? Я увидел этот рупак и вспомнил. Там, короче, душа и щиток. Ну, щиток хороший от магии, но... Он нам не нужен. Все, по идее, здесь все. Я попробовал бы спрыгнуть, но, наверное, не сюда мы прыгнем. Так, поехали. Ай, блин, забыл. Так, оружие я улучшил, да? Ну-ка, подождите. Да нет. Ага. Ну, видите, нам огонь вообще мало наносит. Так. Кстати, еще про вот этот вот кусок титанита. Еще можно у него заработать. Два варианта как. Или зачаровывать оружие на 15 тысяч душ. Или купить у него товара на 50 тысяч душ. Насколько я помню. Ну, раз мы все-таки подобрали эту фигню, давайте попробуем, по крайней мере... Вообще, я хотел немного другое. Давайте, наверное, все-таки я сам схожу... Грешницы. Давайте без вас. А хотя пофиг, ладно. Просто я в этой серии хотел все-таки закончить железный цветотель. А где-то он стоит и стоит. О! Так, делаем танк. Все, нас вызывают. Опять же, видите, я убил уже человек 10 при вызове, так что не всегда я подыхаю. Хотя, я думаю, что вы думаете по-другому. Что я постоянно дохну, ничтожный. Видите, здесь нету крипов. Значит, он 100% поднялся вверх. Ага. Значит, он 100% еще не поднялся вверх, но он здесь был. Вот, это уже уж... А вон он идет, мрай. Так, давайте, сейчас мы оружие чаруем. Привет, братюня! Эй, человек. На, мразь! Я убил, я убил. Все, обоссал. Что ты прыгаешь, да? Он, я убиваю, это чему прыгает? Выкинь свою пукалку, ни в чем. Эх, пыль. Ну, вот так вот, да? Нам, в принципе, обломок нужен, безусловно. Так, я уже забыл, где я нахожусь. Нам обломки нужны, потому что нам нужно будет апгрейдить, да? Все доспехи, потом апгрейдить еще один меч. Не забывайте. Тогда, когда я покупал второй меч, я его не просто купил, да? Чтобы на суку варяться. Мы попробуем такую тактику. То есть, мы зачаруем его в огонь и будем огненное оружие использовать. Я знаю, что будет сильнее атака, но посмотрим. То есть, у нас будет два основных оружия. Опа. Ах ты, ах ты, щенок! На! Хорошо, когда у тебя длинное оружие. Хотя, смысла это не имело, потому что мы сделаем так. Уголь вражды как же мало осталось. Ноль осталось. Ноль. Ну, нужно сделать. Я хочу попробовать поиграть с этим. Кстати, еще есть хилочка хорошая. Многие не используют ее. Смотрите на дамаг. Как вам? Как вам? Нормально, да? Да. Это будет, безусловно, сложно. Да. Никто не говорит, что будет легко. Поэтому и называется НГ+. Опа. Не забывайте, что обновляется локация, когда вы кидаете уголь. Да? И все эти плюшки, они возвращаются, кроме железных сундуков. Мы сделаем таким вот образом. Ну, минус в том, что он будет попадать и будет больно. Видите, я очень медленно кидаю. Да что ж такое? Ну, давайте, ладно, поможем еще раз. И я колечко сниму, чтобы не вызывали. Потому что, если мы кольцо не одеваем, то нас вызвать не могут. Наверное, то же самое, да? Нет. Нет. Сразу, видите, когда появляемся, мы смотрим на Крепоп. Они все здесь стоят. Блин, не пугай меня. Пожалуйста, пощадите. На! Что-то бессмертный, что ли? А, так у него еще и перевес. Ты куда, мразь? Ты куда, псина? Ой, какой дамаг-то нулевый. Ой, чувак. Ну ты сдох. Все, все, все. Эх, нулевочка. Видите, невоспитанная шмара. Ну, пускай она в жопу. Мы хотя бы помахаем Крепу. Ну, вот такими вот методами, видите, мы фармим. Заметьте, я никуда не убегал. Я шел все время за ним. Нам починили все оружие. Мы снимем пока колечко. Так, что же нам одеть-то? Давайте подумаем. Колеса много, да? Толку нету. Блин, мне же еще надо выжить. О, тихо. Как же это проблематично-то. Вы бы знали. Это ужас. Я пробую сделать так. О. Да, 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 да. Больно, я согласен. Немножко, видите, задевает стеночку. Неудобное место. Попробуем опять так же. Угу. Видите, он опять достает арбалет. Еще сверху стреляет, да? Как же все сделать грамотно? Ой-ой-ой. Блин, ну возьми, возьми и нацеливай его. О, господи. Да, ни о чем. Ну, так сделаем по-другому. Эх, не хочешь ты по-хорошему. Боня, по-плохому. А, вон еще плюшка появилась. Нечто потрясающее. Щитовское дорогое. Кстати, здесь тоже, по идее, плюшка появилась. Да. То есть надо будет из лифта раньше выходить. Так. Окс. Ладно. Можно, в принципе, сейчас ее вызвать. Вот надо было выучить еще одно заклинание. Ну, давайте сейчас вызовем. Надо, опять же, еще как-нибудь себе слот добавить. Ну, прокачать немножечко, чтобы появилось два слота. И там будет массовая хилка. Это вот очень важно. Массовая. Ох ты. Какой же ты все-таки дерзкий-то, типок. Как же больно-то. Вы видите, да? Я уже говорил, помните, что когда мы вызываем... Надо было позже вызывать. Вот моя ошибка, видите? Рано вызвал. Или позже вызывать, или нужно было просто хилку прокачать. Чтобы... Чтобы я мог хотя бы хилить и ботов тоже. Так. Значит, что-то было, нет? А, пришлось сообщение. Не то пальто. Так. Актуальное кольцо. Опять подобрали? Ладно. А, где же еще фантомы будут? Тут. О-о-о-о. Бежит. Бежит мразь. Так, это мразь была одноразовая. Там еще одна будет. Кстати, те, кто зачаровал оружие на огонь, здесь, да, оно будет работать гораздо хуже. Потому что враги находятся в воде. Находятся в враге. И у них повышается иммунитет к огню. Запомните. Теперь, видите, я вижу реально необходимость, да, что нужна ахилка массовая, ну. Вот пирамайнти идеально подойдет. О, мразь. Прямо под ноги мне прыгну. Кстати, у меня уже откуда 22 тысяча. А я откуда их получил 22 тысяча? Ничего не могу понять. Вроде я все истратил. А, я помогал еще защищать колокол, да? Ладно, делаем дальше свои дела. Можно было, видите, как сделать. Еще раз говорю. Во-первых, чтобы у нас было заклинание, хилка. Если у нас его нету, то нужно было, скорее всего, самому попробовать зачистить всю территорию. А уже потом идти за ней, да? Ну, потому что это вообще ни о чем. Смотрите, у ней половины хп нету, понимаете? Это уже бред полон. О! Да, еще одна дверь, запомните. Ключ подземелья, который мы взяли. Так. Здесь ничего нету, да, больше? По идее, этот ключ, он должен открыть вообще все проходы. И даже здесь должен. То есть, по идее, нам внизу теперь не нужно убивать. Это хорошо. Там внизу, может быть, есть плюшки. Смотрите, впереди еще будут два мутанта. Так, здесь ничего нету. Я вспомнил еще одна проблема. Короче, в этом месте, когда вы тем более играете на NG+, видите, появляется фантом. И именно ваш бот, Локотель, она постоянно здесь падает. Постоянно. Просто она будет постоянно здесь падать. О, я могу и постахета взять? Прикольно. Нет, не могу. Видите, для чего я взял Локотель? Не важно, работает он или не работает. Для того, чтобы приманить. То есть, сначала просто выстрелить. Тем более, этот Лок, не забывайте. У него дальность просто великолепная. Одна из лучших дальностей. Это просто будет вам уроком. Потому что, еще раз говорю, да, что она постоянно здесь падает и умирает. Блин. Все, значит, короче. Хотя, если их убить один раз... О чем я говорю, помните, да? Ну, кривая тварь, ну, кривая, а? Ладно, тогда попробуем по-другому. Мы попробуем убить один раз. И, по идее, он больше не появится. Тогда я уже сам, это, сделаю зачистку, да? Тихо, тихо, стой. О, так, все, вроде я жив. Не, конечно, можно пойти без нее, но... Это плохо. Окей. Окей. Да, у меня хороший монтир к огню. Да все, сдохни, сдохни уже. Ну, ладно. Так, кстати, там еще наверху плюшки, да? Я вот не помню, что там за двери. Давайте глянем. Вот. Здесь тоже что-то есть. Так, ну, это, само собой, напоминает только одно. Смолу, да? Но вопрос, зачем? Я вот не помню, честно, зачем мне смола. Нет? Ну, ладно. Ну, это было предсказуемо. Видите, появляется зажечь свет. Уматно, если бы этот босс, да, был продамажен. Давайте попробуем. Вдруг это как-нибудь не поможет. Хотя фиг его знает. Честно, я вообще не помню, для чего эта фигня. Странно. Она горит постоянно. А-а-а, ладно. Скорее всего, это тупо свет. Давайте тогда сделаем так. Попробуем его убить. Скорее всего, это не получится, потому что... Не забывайте, что это НГ+. Да, он очень ловкий. Ну, там нереальный дамаг у него будет пробивать. У меня есть кольцо, мне бояться нечего. Если вы меня убиваете, да, скорее всего, я чиню кольцо. И сам уже, добегая до этого момента, вместе с ботом. Здесь уже никого не будет, всех убью. И врубаю запись, мы будем с ней здесь стоять вместе. Ну, сначала я пробую так сам. Окей. И заметьте, да, что из лука не подожгалось. То есть здесь дело принципа. Ему нужно было именно эта фигня. Факел. Здесь просто тупо свет загорелся. Ммм. Увидите, да? Конечно, если здесь будет какой-нибудь хороший танк. Молодец. Ммм. Не, убить легко, поверьте мне, легко. Осторожно, осторожно. Кстати, я бы упрыжок. Вот видите, да? Это работает адаптация. Но это уже плохо было, плохо. Так. Да, неприятно, неприятно. Неприятно, неприятно. Да. Насранка, а? Да что ж тебе надо от меня? Ммм. Блин. Да чего? Ай, мой косяк. Ладно, короче. Случайно ударил. Ну, увидите, я продамаживаю больше тебе наполовину. То есть это легкий босс. Да. Так и думал, что они не одноразовые. Засранца, а? Знаешь, пресса пробует, наверное, драться без нее. Потому что она сдохнет сто процентов. Ну, попробуем еще раз, что ж. Лови пулю. Види, какое это, матное расстояние какое. Кстати, да. Не хватает сейчас именно ядовитых стрел, блин. А, стоп. Так у меня еще же лук, а, блин. Ну-ка, если по-другому сделать, вот так. Надеюсь, все будет расстояние короткое. Вот это у матного лука, 130. Вот, самый матный лук. Большой лук, а он скалы рыцаря. Да, я потом его буду носить, кстати. Мы же силы тоже будем прокачивать. Иди сюда, иди. Эх, блин, хотелось бы с ней, конечно, убивать босса. Но, к сожалению, она слишком тупой кусок дерьма. К сожалению, она абсолютно примитивный бот. Подождите, а если мы сделаем, попробуем вот таким вот образом? А если мы сюда перейдем, именно в эту часть локации сразу же. Ну-ка, а если вот так вот. Ах, успел, ладно. Кстати, какой-то звук странный. А, это фигня. Ну вот, собственно говоря, вот так вот делайте. То есть, не ждите там, да, чтобы она упала, а просто сразу бегите сюда. Такой вариант, в принципе, еще приемлемый. О, это больно, больно, больно. Блин, она хоть выживет? Она выживет. Он зачем-то кидает свое говно. Что-то выплыли, показалось? Показалось. Ну что ж, пойдем, краса. Золотая колбаса. Хорошо, делаем это вот так и пойдем. Кольцо ей. Правда, у нее очень мало хп. Почти илана. Так, стоп, стоп, я потерялся немножко. Ох ты, мразь, а. Кого будешь бить, ее или меня? А если вот так, как тебе, а? Ну, нормально, лег, пробивает. А, так он меня бьет, мразь, а. Блин, немало хп. Давай, детка, живи. О, тихо, 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 тихо. Ладно, ладно, ладно. Порется дальше самим пробовать. Ну, в любом случае, я его убью, сами понимаете, в любом раскладе. Даже если не сейчас. М-м-м, молодец. М-м-м, косичок, блин, а. М-м-м, да ладно. Короче, ладно, я перематываю и убиваю. Ну, что, в эсгел? Все, всех перебил. Привел ее в фуллову. Ну, само собой, я говорю, можно было пройти с первого раза. В принципе, это не сложно. Вы видите, что я могу его убить, у меня хватает дамага. Просто нужно было ее притащить в фулловой. Вот и все. Чтобы она хоть немного на себя внимания отвлекала. Давайте еще на всякий случай оденем какие-нибудь кольца на жизнь. Угу. Так, что-то еще было полезное у меня. Полная фигня. Там немножечко повышает. Попробуем это кольцо. Никогда его не использовал. Повышает физзащиту, когда у нас мало хп. Так, стоп, стоп. Оружие возьми. Взял. Ах ты, м-м-м, а. Ну, он хочет вбить меня только, как я понимаю. Ах ты. Ах ты, свинопаска. Так, осторожно. Угу. Не, я говорю, он очень сильно пробивает. Очень сильно. Посмотрите на это. Блин. А я чувствую, нам не хватит. Даже бота. Вот у меня на прыжок вообще не хватает. Давай, регенься, регенься, регенься. Так, регенимся. Не, смотрите, какая м-м-м, а. О-о-о-о. Это уже некрасивый поступок. Так, осторожно, осторожно, осторожно. Все. Это было несложно. Ну, собственно, что мы искали. Вот, душа, старая ведьма. Да что, она обидела, что ли, на меня? Нехило. Да, у меня, по-моему, было 40 тысяч душ, теперь у меня 120 тысяч душ. Неплохо, неплохо. Так, здесь, по-моему, дальше костер где-то не идет, поэтому мы быстренько здесь прибежимся. Ладно, так уж и будет, чтобы время не тратить. Там, по-моему, будет костер, но ладно, уже не важно. Последнюю косточку и страчу. Все отлично сделали мы на ГИБе. Теперь мы идем сюда. Так, ааа, мне нужна будет ячейка. Блин, как же мы проверим тогда? Вот только одна ячейка, да? Нам нужно будет Лео 6. Кстати, хороший арбалет. Берете такой арбалет тройной? Две руки берете и все. Такой дамаг вообще офигенный. Давайте попробуем. Так, вот это... Ааа, блин, я же забыл. Нам нужно заклинание получить. Да, подожди. Горения нечего, отправится. Все, лучше нужно будет купить заклинание сначала. Да. Я даже встать не смогу теперь, видимо. Да. Да пошли вы в жопу. Да нет, я их убью. Смотрите, окаменелость поднимается. Ааа, останьте от меня, останьте. Так, осторожно. Кстати, они бьют очень больно, не забывайте. И так каждый раз надо делать. Так, что он здесь продает у нас фигню всякую, да? Копьё выпад. Фигня. Вот что нам нужно. Первая майка душа старой ведьмы. Фига, действие ж требует. Все, все, все. Срали мы на тебя. Давайте расходим мы сюда, и здесь сразу зачаруем оружие. Второе. Как я уже говорил, да, когда вы, например, берете баф огня, вам дается плюс 50 урона огнем, и еще идет процент от атаки вашего оружия огнем, если она есть такая. Если у оружия нету атаки огнем, то процент не идет. То же самое и магии, и все остальные. Тут, конечно, будет по-другому. Надо будет мне тогда сделать вот так, или еще все-таки ячейку делать. Можно надеть кольцо, да, но это бред вообще, смысла нет. Берем из них самую, которая меньше всего весит. А, они одинаковые весит. Ну ладно, тогда это. Все, теперь у нас есть баф, да, но у нас нету увеличения, да, процентного. Для этого мы сейчас как раз будем зачаровывать мое оружие, и буду я его, короче, апгрейдить. Потому что, блин, а... Да господи Иисус, как же тебя убить, там, мразь? Я не могу убить собаку, что делать? Ты где? Я тебя убью, где ты? Я убью тебя! Где же ты, мразь? Ладно, делаем так, в разворот, и вот так. Так, подопытный, иди сюда. Давай, иди сюда ко мне, быстро, надо повести эксперимент. Пятьсот сорок шесть, смотрите. Угу, пятьсот сорок шесть. Хотя, на что смотреть, в принципе, дамаг будет то же самое, пятьсот сорок шесть. Опять же, говорю, весь смысл о том, чтобы зачаровывать оружие в огонь, и потом еще смазывать его огнем. Поэтому сделаем так, во-первых. Надо убить быстрее, пройти железную цитотель, чтобы у них были бесконечные осколки. Видите, атака упадет, да, неприятно, конечно. Зато будет двести шестьдесят шесть. О, камень огненного Дрейка. Ммм. Сейчас я гляну, сколько у нас времени осталось. Да, сейчас, секунду. Так, хорошо, у нас еще время есть. Ну, тогда мы сделаем следующее. По лёте сюда сходим. Нам нужен камень огненного Дрейка. Ну, дальше мы все пойдем и возьмем этот камень. Кстати, можно еще раз убить босса за компанию. Там два шага он стоит. Угу. Давайте все же я, наверное, надену колечко. Пускай она работает. Если нас призовут, поможем кому-нибудь. А, я забываю, что у меня здесь НГ-плюс, да. Поэтому, видите, они посильнее будут. О, НГ-плюс. Значит, еще и ящерицы будут сильные. Блин, это неприятно. Так, все же я решил пойти с этим, да. С огненным. Ай, блин. Плохой выбор. Нужно было, короче, взять магическое. Потому что я хочу ящерицу убить еще, да. А у них, само собой, иммунитет хороший, как огнем. Ну, что поделать уже. Ох ты, мразь-то. Ну что, гоу, попробуем пройти еще раз. Мне интересно, я еще ни разу не проходил этого босса на НГ-плюс. Так, очень осторожно. Нужно выносливость восстанавливать. Так, выносливость. Выносливость регенится. Угу. Ладно. Опа. А, ты еще не сдох. И все, 20 тысяч душ дали. Ну, пускай будет, ладно. Вот такой вот у нас боссик. Конечно же, несложный боссик. Но убили мы его еще раз. Ладно. Сюда, мне кажется, магическое оружие получше будет. Ммм. А, все, все, я вспомнил. Это, в принципе, к лучшему, да. Нам, мы еще быстренько поднимемся наверх. И сходим за ключом. Я забыл, блин, про ключ. Все, все трясется. Что трясется-то все? Так, гоу, 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 гоу. Мне интересно, это ящериц будет сложно убить на НГ+, или так же самое был? Ключ у нас находится в железной цитатере. Я почему-то... Смотри, вот если бы мы прошли ее, все было бы хорошо. А мы пошли к грешнику. Или грешница. Блин. Сейчас, смотри, сейчас сразу 100% меня сейчас убьет, потому что там ключ находится в огне. Можно, конечно, там и иммунитет поднять, или можно вырубить эту ловушку, да, чтобы огня не было. Но... Хотя, подождите, надо подумать. Так можно же магией зачаровать оружие, у которого атака магия. Очевидно же, да? Надо попробовать. Давай, братьюнь. Ну что ж. Эм, все что ли, блин? Я думаю, меня убьет хотя бы. А я же забыл, смотрите, получается, когда закаливаешь магией, да, у нас волшебство, оно тоже дает прибавку к атаке магии. Да, если у оружия есть атака магии. Так, мне кажется, лучше тогда так и сделать. Ммм, что мы хотели сделать, ключ, мы хотели сюда вот пойти. Лучше, наверное, так реально и сделать. То есть зачаровать то оружие на магию, и использовать баф, это, магии. И профит. Кстати, есть еще одно волшебное оружие, да, сильнее, которое у нас, нежели у нас заклинание, да. У нас прибавка плюс 15 процентов. Там прибавка идет, ммм, 20 процентов. О, мы сейчас еще крипы убьют, молодец. Ой, как плохо, ой, как плохо, да. Да, убьет, молодец. Ну, это абсолютная норма, посрать. Как же же, вина только моя, здесь можно было спокойно выжить. Ну, честно, вообще, настолько срать. Убили, да пускай убивает. Первый раз, что ли? Молодцы, убили, молодцы. Заподходим, раз, два, нету одного. Раз. И нет у меня выносливости вообще, два. Так, все, обоссали. Идем дальше. Опс, колечко пока нет, но я потом починю. Потом у меня прокачаю характеристики так же. И я подумаю, реально, может быть, лучше-то волшебство вас оставить, нежели огонь. Надо подумать. И, например, да, следующий босс у нас будет в Железной Цветотеле, да, там будет два босса. И у них, у обоих, у них будет сопротивление, короче, ой, не то. Сопротивление огню очень высокое, потому что они огненные, это очевидно. Мне реально, наверное, нужно больше всего магии. Но я посмотрю. Все, мы подобрали ключик. Сейчас мы очистим эту территорию. Здесь у нас лежит камень, как раз нужный нам. Блин, ну я кажется, их будет очень сложно убить. Эм, больно, больно. Тварь тупая. Все, я так не хочу играть. Я не играю в эту игру больше. Мне интересно, сколько я дамажу ее. Да ты что, издеваешься? Хотел дарить куда-нибудь, нет? Да ладно, вы посмотрите, у нее же миллион хп. Миллион. Да, забавно, забавно. Блин, ладно, прям тебе поможем. Вот что значит, НГ плюс, вы видите, там столько хп. Мне, наверное, больше не у босса хп, кстати. Но убить можно, например, отравляющими веществами. Внизон, да? По-моему, мы уже у него были. Бедненький, бедненький. Забили насмерть. Просто забили. Вы видели? Была бы у меня еще выносливость офигенная, да? Ну, я говорю, я надеюсь найти кольцо уже дракона и все. Чтобы реально прям много ударов делать. Так, как же нам их убить, а? Не, убить можно, еще раз говорю. В принципе, это не такая уж и проблема. Хотя, если их бить с боку попробовать. О-о-о-о, это вообще ужас происходит. Если бить с боку, это вообще страшная картина начинается. Блин, только мы одну сейчас пробуем убить. У них хп что ли регенится, или что? Странно. Да заколебала ты меня уже. Я ничего вообще не вижу. Ой, блин, как плохо. Ой, как плохо. На мой хп смотрите. Нормально? Так, реально, если попробовать бить сбоку. Кстати, видите, у них такая уязвимость, да? Что им тяжел, когда... О-о-о-о. Помогите, help me. Не, забавно, конечно. Чувака убили. Да сдохни ты уже, сдохни. Так, у нас там еще слева одна. Неужели у них сопротивление к магии большое? Странно. О, кстати, красная лука, это же хорошо, можно будет вторгаться в чужие миры. Кстати, я не починил это очень плохо. Ух ты, у меня есть 7 дротиков, смотрите. Ой, все, началось. По идее, 4 удара минимум. Пошел. Да, у меня нет кольца, это плохо, это плохо. Ой, пощадите меня, пожалуйста, не убивайте. С ядом, конечно, тоже не очень хорошая тема. Не очень идея. Эх ты, жаба, жабовна. О, а это уже мне не нравится. Кстати, видели, да, там ее потом язык пролетел, прям промеж моих ног. Эй, жаба. Эй, жаба. Жаба. Я ж тебя убью в любом случае. Слава месть. Кстати, помните, да, что с той стороны тоже можно сюда запрыгнуть, и отсюда можно выйти туда. Вот, большой щит бунтаря, очень хороший щит. Тоже хорошо защищает от магического урона. Осталось еще две. Блин, какие же они все-таки жирные-то, это ужас. Она вообще ходить-то может? Она может ходить, извиняюсь. Блин. Мой пукан бомбит. А, видели из меня синяя фигня сияла. Это вот кольцо как раз работает. Давайте его оставим пока. Блин, мразь, а. Ну, давайте, конечно, я ее убью, чтобы не тянуть время. Скорее всего я попробую и звук его убить. Ну, посмотрим. Кстати, помните, я говорил, да, что Галуан потом переезжает на двери фараса. Вот он переехал, вот он находится. Я решил, короче, сходить к нему и прикупить кое-чего. Например, вот этого чуда. Смотрите. Офигенная тема. Всего лишь 160. Очень дешевые стрелы. Очень дешевые стрелы. Надо убить ящерец. Я думаю, попробую с помощью яда убить. Так, купил я 100 стрел. Давайте попробую тогда так. Угу. Так, я понял все. Так. А у нас этот лук будет? Нет, работает. Что ему нужно? 16 силы. У нас сила 10. 6 левелов. Ладно, попробую тогда поднять сейчас 6 левел, чтобы лук заработал. Она мне любым случаем будет силы прокачивать для другого лука. И перемотает до места, где будут эти ящерицы. Так, ну вот, собственно говоря. Сделал я почти свое дело. Сейчас мы добьем и все. И зафармили мы Саламандр на НГ+. Аккуратненько. Раз. Два. Конечно же, на просто... В простой игре легче фармить их, чем на НГ+. То есть у них ХП сейчас очень много. Эм... А почему... Смотри, как интересно. Когда мы убиваем Саламандр, тушится огонь. Кстати, есть еще вариант, как можно сюда попасть. Сейчас я вам покажу как. Сначала мы давайте заберем все плюшки. Так, варсовое кольцо огня. В принципе, оно нам нужно будет тоже. Да. Для железной цветотели. Большая душа. Кольцо с ястребом. Тоже неплохое кольцо. Там, по-моему, на 7% увеличивает дальность. Вот мы за этим пришли. Каменный... Ммм... Ммм... Короче говоря, каменный... Ммм... Господи Иисусе. Звук называется. Эмм... А... Все, все понятно. Я что-то удивился аж на секунду. Огненный камень, по-моему, называется. Где он? Вот он. Камень огненного Дрейка. Вот все. Да, нас, видите, там убивает сверху. Плохой человек. Можно еще проще сделать. Покупаете кольцо кошки. Там нужно иметь хп хотя бы 1000... Да нет. Хп хоть сколько. То есть даже 1000 хватит. Потом спускаетесь по лестнице наверху, вон там, да? Идете к этому краю и прыгаете именно на эту кучу. И потом слазите. У вас эта куча и отнимет примерно половину хп. Все. Изи. Ну, само собой, обратной дороги не будет. Но вы должны иметь косточку возвращения. И все. И все так зафармите. И все. И все дела. Кстати, в эти дыры прыгать не надо. Потому что там смерть я уже проверял. Ну, вот так вот, собственно говоря, все. Я свое дело сделал. Зафармили. Получил камень. Кольцо. Получил щит. Вообще, я много чего получил. Много вкусностей полезных. Кстати, за них дают мало-мало опыта. Всего лишь 1200, по-моему. И при том, что это на НГ плюс. Или 1200, или 1600. Отлично, друг. Они, наверное, все пытаются запрыгивать отсюда. Кстати, вот, да. Еще третий выход. Это вот. Прыгать отсюда. Я не вижу никакого. Хотя, смысла я не вижу никакого. Ну, все. Собственно говоря, все. Наше время уже прошло. Сейчас мы увидим этого нежи. Смотрите. Вот он едет. А-а-а-а. Все. Вот такие вот пироги. И потратил душу я на прокачку. Уже потихонечку поднимаю силу. Скоро будет все нормально. Также я еще пойду пофармлю. Да, буду помогать другим игрокам. А мы в это время закончим играть. Я уже сам зачарую оружие. Я подумал, какое лучше сделать. Все-таки огненное, да? Зачаровать. Или все-таки магическое. Потому что у нас есть и баф магии, и есть баф огня. И они абсолютно то же самое делают. Что тот баф дает 50 урона плюс 15 процентов от атаки этой стихии. Что и то то же самое делают. Нужно просто глянуть хотя бы бегло на доспехи, да? Какие у них основные уязвимости. Само собой там уязвимость в основном это гроза, да? И порча, да? Тьма. Но нужно выбрать между вот это вот волшебством и огнем. Мне кажется, лучше, конечно, в вашем сторону посмотрим. Но мы уже прощаемся. У меня уже поздняя ночь. Я уже устал. Все, давайте до следующей серии. Пока!